Лето с Держконтролем в области было звернуто у бюджета маль 30 миллионов рублей. Как показал вопыт становчих экономичных эффектов, можно досягнуть, дякуючи злаженной системе мониторингу в отношении субъекта у господарения. Наверное, на эту околичность звернул увагу Анатоль Дорошко, старшиня областного комитета Держконтроля, анализующий 2019 год, который проходил под знаком попереджения правопорушений. Как было отзначено, главная мета мониторинга – не выкрытие, а попереджение порушений. За минулый год Держконтроль провел амаль две сотни таких мероприемств на трех тысячах предприемствах и у организациях. Еще одна форма контроля, которая активно выкрыстовалась летось – аудит эффективности. В его рамках специалисты выучали питание метовых выкрыстаний бюджетных сродков, выдаткованных на реализацию широкозначных державных программ в экономической и социальной сферах. До прикладу, говорка идет про развитие аграрного бизнеса, ахованного кольного сяродя и устойливое выкрыстание природных ресурсов и шерах инших. Задача комитета, она прежде всего строится в том, чтобы предотвратить нарушения, искоренить те причины и условия, которые способствуют совершению правонарушений в использовании бюджетных средств или государственного имущества. По предложению комитета государственного контроля Грунской области внесено 10 изменений в действующее законодательство в истекшем году. И в целом, больше работа комитета была направлена на профилактическую сторону нашей деятельности. Як отзначено было на сустрече с журналистами, зараз истотно узросли потребования на контузмацнение контролю за выкрыстанием бюджетных сродков, реализацией инвестиционных проектов и держпрохрам. С такой установкой представники головного контрольного органа при немыня протягнуть, працовать и все лета. В 2020 году истекают те мероприятия, на которые были рассчитаны государственные программы и в сфере агропромышленного комплекса, строительства жилья. Поэтому одно из основных направлений в работе, безусловно, будет контроль за реализацией государственных программ. Одно из важнейших направлений, но далеко не самое последнее, это контроль за выполнением поручений главы государства, которые он постоянно дает в ходе своих визитов, в ходе проводимых совещаний. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний момент в Комитете государственного контроля Грунской области на контроле находятся 2043 поручения главы государства.